Пол-литра средства для мытья посуды в год. Именно столько мы выпиваем из-за собственной лени. Эти самые вещества обязательно попадают в организм человека. Три миллиграмма вредных фосфатов в день. Именно столько оседает на коже из-за того, что мы выбираем неправильный порошок. Стиральные порошки, моющие средства, гели, аэрозоли. Вокруг нас сплошная химия. Дома, в гостях, на работе и в общественном транспорте. Стиральный порошок – один из основных видов флесификатов. Процент подделок достигает по нашим подсчетам 20-30%. Все тайное станет явным. Как не позволить себя одурачить? Научиться различать подделки, читать этикетки, а главное не превращать бытовую химию в боевую. Это вот, чем я зубы пищу. Это соль в ступке перетертая и пепел. Ну, соленая, я вам скажу, с непривычки, знаете, как прожжет. Вот уже пять лет Виктор Бардыкин не пользуется зубной пастой, мылом, шампунем, стиральным порошком. Все моющие и чистящие средства он готовит сам, из печной золы. Вот этим как раз я пробовала мыть. Вот. Вот этот вот хвощ полевой. Вот уже пять лет Татьяна Иванова не моет посуду. Точнее, моет, но не так, как большинство из нас. Вот я тру, видите, она отмывается. Эти люди бросили престижную работу, комфортабельные квартиры и буквально в чистом поле основали эко-поселение. Они сменили среду обитания, чтобы избавиться от бытовой химии. Конечно, это не выход. Трудно представить, что города опустеют, и все будут жить так. Бегом от действительности в этакую экологическую резервацию. Но свести к минимуму вред бытовой химии любому из нас вполне по силам. Сегодня хозяйка на кухне, что рабочий на химическом заводе. В бытовой химии есть хлор, диоксид серы и тиленгликоль. По классификации военных это боевые отравляющие вещества. Их, правда, в других пропорциях используют в боевой химии. С опасными веществами нужно и обращаться с опаской. Поэтому рабочий на заводе строго соблюдает технику безопасности. Обязательно надевает резиновые перчатки, защитные очки, специальную одежду. А мы, входя на кухню, забываем об элементарных правилах и своими руками превращаем бытовую химию в боевую. Любовь Мирошникова. Уверена, что знает о бытовой химии почти все. Сознательно отказалась от использования традиционных моющих средств. Перешла на натуральные заменители – лимоны, уксус, соду. Люба считает, только благодаря этому ее дочь осталась жива. Ну, какой бытовой химии. Смотри, даже ей песенку дай. И мамушки, и мамушки, и мамушки. Эта история началась с двух крохотных прыщиков на щечках у годовалой Алины. Люба решила, у ребенка пищевая аллергия. А поскольку кормила малышку грудью, то начала ограничивать себя в еде. До годика я кормила. Когда вот все это началось, я еще кормила. Я на диетах сидела жестких. Мне едет практически вообще ничего, да? Кроме каши. Мяса какого-нибудь, макарон. Жесткая диета не помогла. Однажды утром ситуация резко ухудшилась. Люба собиралась купать малышку. Взяла на руки и ощутила, насколько горячим стало тельце. Ребенок закричал от сильной боли. Люба сдернула с малышки рубашку и вскрикнула сама. Кожа была покрыта не прыщиками, а огромными рубиновыми пятнами. Мы сдали кровь на самый такой элементарный пищевый, все аллергены проверили. В принципе, выяснилось, что на пищу аллергии практически никакой нет. А все это было так минимально, как у каждого нормального здорового человека. Постепенно из квартиры исчезли мягкие игрушки, ковры, конфеты, фрукты. Родители по нескольку раз на дню простировали детскую одежду. С особой тщательностью протирали полы в комнате. Пошили специальные варежки, чтобы малышка не расчесывала себя до крови. Нельзя – это было одно из первых слов, которые усвоила Аля. Нельзя – конфеты, апельсины, мягкие игрушки. Да, мне из-за этого благочисленка. Из-за игрушек тоже? Да. Мне пластмассовую покупали. Анализы, обследования, осмотры следовали один за другим. Муж винил во всем плохую экологию и предлагал перебраться в какую-нибудь глухую деревню. В связи с плохим самочувствием ребенка у нас даже была мысль уехать на некоторое время в деревню. Действительно, здоровье ребенка ценнее и дороже. Поэтому приходилось жертвовать. Помог случай. Они всей семьей поехали на море. В торопях женщина забыла дома детский стиральный порошок. И обнаружила это только в домике на берегу. Мы приехали, мы немного загорали. Все вещи, конечно, стирались. Ну, что с собой, обычно с собой везешь детское мыло какое-нибудь. Вот. Никаких порошков ничего мы с тобой не везли, там не покупали. Жуткие красные пятна на теле ребенка исчезли через неделю. Вроде бы дочка ела те же продукты, что и дома. Носила ту же одежду, играла теми же куплами. Единственное, что изменилось, они перестали пользоваться стиральным порошком. Люба пришла к выводу, причина болезни именно в нем. С тех пор Люба отказалась от бытовой химии. То, что для нее моющие средства, для нас еда. Приправы, специи, лимоны. Их она использует вместо обычных гелий и порошков. Люба почти ежедневно закупает несколько килограммов лимонов. Видя, как Люба тащит тяжелые пакеты, ее соседка Людмила отпускает едкие замечания. Мол, жиру бесится и продукт переводит. Яблоко раздора – бытовая химия. Мыть или не мыть? Привет. Привет. Мне интересно, хватит этого количества лимонов для мытья вашей квартиры? Хватит, хватит. Даже более чем достаточно. Лучше бы вы пили чай с лимоном, на это бы тратили. Нет. Мы решили выяснить, кто из них прав. Люба и Людмила сделают дома генеральную уборку. Каждая по-своему. После этого в их квартирах побывают эксперты. Они замерят уровень вредных испарений. Мы выделили соседкам по тысяче рублей. Люба закупит на эти деньги лимонов, уксуса и соды. Людмила – полный набор бытовой химии. Первым делом она покупает стиральный порошок. Запах приятный. Да, Катя, можно? Стиральный порошок. Универсал, автомат. Для трудновыводимых пятен с биодобавками. Казалось бы, выбор огромный, были бы деньги. На самом деле, купить хороший порошок не так просто. Четверть порошков на прилавках рынков и магазинов – подделки. Стиральный порошок – один из основных видов флесификата. Процент подделок достигает, по нашим подсчетам, 20-30%. Фальшивые стиральные порошки. Как две капли воды, похожие на настоящие. Те же упаковки и этикетки. Только внутри, вместо стирального порошка, смесь хлорки, соли и дешевых красителей. Это настоящий коктейль из вредных веществ. Ему место не в нашей ванной, а в кабинете химии. Частицы фальшивого порошка попадают в воздух, а потом в наши легкие. Вызывают кашель и головокружение. Поддельный порошок уже не бытовая, а самая настоящая боевая химия. Естественно, через кожу человека различные вещества могут всасываться в кровь и оказывать негативное действие на человека. Тула. Этот стиральный порошок Маргарита Васильевна купила на рынке возле дома. Внешне коробка не вызвала у пенсионерки никаких подозрений. Придя домой, я тут же засыпала его в воду вместе с полотенцем. И ужас. Во-первых, пошел какой-то мерзкий запах. Я не могла понять, от порошка это или от чего. Ну, естественно, а потом я обратила внимание, что вдруг руки покрылись волдырями. Я попыталась смыть этот порошок, но он не смывался. Видимо, что-то химическое было. В воде стиральный порошок слипся в комки. Запах лорки чувствовался по всей квартире. Чтобы проветрить комнаты, пришлось открыть окна и даже входную дверь. Вы посмотрите, из чего он сделал. У него даже вид-то ненормальный. Киоск с бытовой химией был закрыт. Хозяина на месте не оказалось. Тогда пенсионерка обратилась в милицию и позвонила на телевидение. Давайте я с вами тогда напишу сейчас, что вы мне говорите. Напишем заявление. Порошок, который купила Маргарита Васильевна, мы отправили на экспертизу в лабораторию. Химики нашли в коробке хлорку, соль и ядовитые формальдегиды. Этот коктейль был приправлен сильными отдушками, чтобы отбить неприятный запах. Вместе с Маргаритой Васильевной и сотрудниками УВД Тульской области мы отправляемся на рынок искать продавцов опасного порошка. Проблема со здоровьем. Пожалуйста, сутью жалобы. И что, в чем проблема-то, я не пойму. Что за цирки? Проблема с порошком-то. Мы сейчас посмотрим наш товар. Ознакомьтесь. Сроки реализации товара. Выйдите, пожалуйста, в магазин. Вот мы вам предъявляем. Выйдите, пожалуйста. Мы сейчас пройдем мероприятие по установлению. Мадам, помогайте, помогайте. Легальное использование вашего товара. Отберем товар. Посмотрим сертификат и соответствие. Пожалуйста, сделайте это так, чтобы все было по закону. Все сделаем. Все сделаем по закону, не переживайте. В первой же торговой точке инспекторы обнаружили несколько пачек такого же порошка, как тот, который купила Маргарита Васильевна. Так, так что же вы со мной разберетесь, пенсионерка, или я должна это выбросить вам? Женщина, что мне разбираться с вами? Забирайте порошок, ради бога. Не надо мне его, ради бога, забирайте, подарите соседям его. И что? Ничего, а что? Верните мне деньги за порошок. Сейчас, помогай. Больше ничего вам не надо вернуть. Можешь вам еще подарить пачечку? Нет, пачечку не надо. Женщина свободна, будет решение суда, тогда ей будет нормально вернуть деньги. Если будет решение суда, до свидания. Будут каждые приходить, то через один возвращать. Так, с данного порошка. Днадцать упаковок. Мы это все изымаем, верим. Нет. Опечатываем. У вас оставляем коробки, опечатанные образцы. Забираем для проведения исследований. Тихо. Так, эти в коробок. В коробок. Двадцать пять. В этом подвале расположен цех по производству поддельного порошка. После жалобы Маргариты Васильевны, милиционеры провели спецоперацию. Производителей фальсификата обнаружили в Тульской области. Мошенники соблюдали строгую конспирацию. Входили в цех с черного хода, работали тихо, готовый товар вывозили по ночам. Оперативники вычислили их по запаху. Закамуфлировано было это помещение. В общем-то, никаких следов рядом не было. А уже третий раз, когда мы приехали, по косвенным признакам, именно по запаху, почувствовали. Неприятный химический запах исходил из подвала этого здания. За дверью милиционера обнаружили склад поддельного стирального порошка и средств для мытья посуды. Сырое подвальное помещение, вентилятора нет, окон тоже. Повсюду грязь, клопы и тараканы. Прямо как в фильме ужасов. Здесь порошки фасовали по коробкам. Товар пользовался огромным спросом. Коробка фальшивого порошка стоила всего 30 рублей. Порошки продавали на рынках в Тульской и Московской областях. Их даже поставляли в Белоруссию и Польшу. По иронии судьбы, буквально через дорогу от подпольного завода другое предприятие. Тоже по производству моющих средств. Одно из самых крупных в России. Только здесь делают порошки настоящие. Милиционеры выяснили, что директор подпольного завода когда-то здесь работал. После увольнения он буквально перешел через дорогу и открыл производство фальшивок. Где находятся предприятия, которые выпускают легальную продукцию. Обычно рядом с ними, в непосредственной близости, расположены маленькие цеха. Бывшие работники предприятий, имея там знакомых, которых приобрели за время своей работы, используют эти связи для получения комплектующих, сырья и для мониторинга рынка. Со всех сотрудников подпольного предприятия взяли подписку о невыезде и отпустили домой. По закону им грозит только небольшой штраф за работу без регистрации и медицинской книжки. В очень редких случаях условный срок. Все ситуации тоже могут обстоять абсолютно по-разному. Они могут получить как наказание в виде штрафа, так и также наказание в виде условного срока наказания. В зависимости от того, что делал этот человек на предприятии. Кто же тогда виноват в том, что Маргарита Васильевна испортила себе руки и потрепала нервы? С точки зрения закона, директор подпольного цеха. Его могут привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Нарушение авторских прав, продажа опасного для жизни товара и подделка документов. Самая серьезная статья здесь, конечно же, реализация товаров, не отвечающих требованиям безопасности, опасных для жизни и здоровья. Это может быть как штраф, так может быть и даже лишение свободы. Правда, доказать, что вред наступил именно от фальшивого порошка, очень трудно. Практически невозможно. Единственное, что остается сделать милиции, это завести уголовное дело по статье «Незаконное использование товарного знака». Закон строго устанавливает ответственность за совершение данного вида преступлений. По статье 180 Уголовного кодекса нарушения незаконное использование товарного знака, это санкция до 6 лет лишения свободы. Однако сейчас такие санкции применяются редко. По мнению милиционеров, у этой проблемы есть решение. Подделка бытовой химии должна попадать под статью «Мошенничество». Тогда владельцу подпольного завода будет грозить реальный срок. А рисковать свободой решится далеко не каждый. Этот подпольный цех закрыли, а всю продукцию, которая была на складе, уничтожили. Но фальшивые стиральные порошки, сделанные в Туле, до сих пор находят на прилавках. И никто не даст гарантии, что на рынке рядом с вашим домом не торгуют фальсификатом. Поэтому нужно знать, как отличить подделку от настоящего порошка. Валерий Петросян. Профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности. Вместе с ним мы отправляемся на рынок. Он расскажет, как отличить поддельный порошок от настоящего. «Я вот, например, теперь хожу повсюду с лупой, для того, чтобы прочитать, что написано на этих упаковках». Можно обойтись и без лупы. Достаточно быть внимательным. Настоящий поддельный порошок – товары близнецы. Но и близнецов, близкие люди, например, мама с папой, умеют различать. Чтобы различить подделку, придется вспомнить детскую игру «Найди 10 отличий». Отличие первое – этикетка. У настоящего порошка она четкая, буквы как бы слегка выдавлены на бумаге. У подделки буквы пропечатаны расплывчато. Обычно, если порошок изготавливается поддельный, то поддельной будет и упаковка сама. Этикетку стирального порошка надо потереть. Вот так. Если буквы легко стираются с коробки, значит порошок поддельный. Отличие второе – упаковка. Мошенники не умеют герметично закрывать коробки. У них не хватает оборудования. Поэтому порошок просыпается в щели по бокам. Упаковку стирального порошка надо перевернуть. Если порошок высыпается из углов, значит вам пытаются продать фальшивку. Дома можно устроить дополнительную проверку. На всякий случай. На это уйдет пара минут, но собственное здоровье дороже. Обычная зеленка оказывается лучший способ поймать фальшивку. Итак, мы в каждый из стаканов с водой добавим по три капли зеленки. Добавляем три капли в первый стакан. И добавляем три капли во второй стакан. И добавляем в каждый из растворов по одинаковому количеству подлинного порошка и фальшивого порошка. Перемешиваем. Через 15 минут вода в стакане с настоящим порошком побелела. В стакане с фальшивкой цвет воды не изменился. Настоящий стиральный порошок. В отличие от фальшивого, безопасен. После стирки у вас не начнется приступ астмы и не появятся волдыри на коже. Это график.